Состоялось 170-е заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги». Темой встречи стало взаимодействие Дальневосточного таможенного управления и бизнеса. Участники обсудили, почему дальневосточные порты оказались в коллапсе. Основная проблема, на наш взгляд, для того, чтобы разгрузить порты, это в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов. И мы видим решение задач по разгрузке дальневосточных таможенных портов в открытии сухих портов зоной ПЗТК, постоянной зоной таможенного контроля. Эту и другие важные актуальные задачи мы рассмотрим на 170-м заседании Международного бизнес-клуба «Диалоги» и обсудим совместно с дальневосточным таможенным управлением. Тема важная. В 2021 году нагрузка на дальневосточные порты значительно выросла. Доля дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов в России в сентябре 2021 года соответствовала 38,8%. Безусловно, наблюдается положительная динамика, но в то же время стало очевидно, что портовые мощности сильно перегружены. Заседания МБК «Диалоги» помогают найти пути решения сложившихся проблем. Коронавирусные ограничения, которые были введены в стране в настоящее время, они не позволяли работать в обычном режиме, в простом режиме. Там есть совет при Дальневосточном таможенном управлении, планирую которого была заложена схема встреч с бизнесом. Трансграничное перемещение по транзиту грузов. Какие-то грузы растамаживаются уже здесь, какие-то по транзиту идут в европейскую часть России. Это дает определенную нагрузку на нашу портовую логистику, на железнодорожную логистику. Есть, так скажем, проблематика в этом плане. На самом деле уже очень много действий принято в этом полпред. В Дальневосточном регионе у нас был, или даже, по-моему, сегодня он еще есть здесь. И эти вопросы обсуждаются. И наша задача – найти альтернативные решения для того, чтобы вопросы, сложности, проблемы мы могли решать, развиваться и, так скажем, двигаться к звездам. Каждое заседание МБК «Диалоги» – это всегда самые актуальные и интересные темы для всего региона. Современные бизнесмены не сидят на месте. Они всегда в поисках новых возможностей развития. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.